Все условия и нормы прописаны в соглашении о намерениях, а я повторю, что данное соглашение подписано между Министерством экономики Абхазии и Акционерным обществом. Далее более подробно и уже с более высоким статусом определены межправительственным соглашением и соглашением о государственном частном партнерстве. Суть претензий компании, одна из основных претензий заключается в том, что Министерство экономики нарушило условия о соблюдении эксклюзивности, которое, по их мнению, заключается в незаключении соглашения о ГЧП с именно этой компанией и привлечении третьих сторон. Но хочу вас проинформировать о следующем. В процессе разработки межправительственного соглашения активное участие принимала и компания ДАР. В соответствии с межправительственным соглашением, в частности с пунктом 4, статьей 4, определено, что в течение 45 дней с момента подписания межправительственного соглашения решением сопредседателей должен быть утвержден порядок определения российского юридического лица, осуществляющего реализацию инвестиционного проекта. Далее, в установленном порядке, в комиссию, которая была создана на уровне Министра экономического развития Российской Федерации, Министра экономики Республики Абхазия и ряда иных должностных лиц, был объявлен конкурс. В этом конкурсе участвовала и выше названная мной компания ДАР, что в принципе опровергает их тезис о нарушении с Абхазской стороны соглашения о намерениях, так как нелогично было бы участвовать в конкурсе, если они были бы не согласны с этими нормами и правилами. Далее, все это подтверждается документально и в случае необходимости мы эту информацию можем предоставить. То есть, решением сопредседателя межправкомиссии был утвержден порядок отбора. Далее, решением комиссии, протокол комиссии лежит у меня перед глазами, определен участник. Участников было три, два из которых по каким-то критериям не соответствовали требованиям, которые были установлены. И единогласно комиссия определила компанию «Инфраструктурное развитие» победителем этого конкурса. То есть, говорить о том, что Министерство экономики или Абхазская сторона как-то пыталась привлекать третьих лиц без согласия инвестора, в данном случае не приходится.